6 июля в России принято вспоминать участников народного ополчения, которые ценой собственной жизни защищали родину в годы Великой Отечественной войны. Чтобы почтить память наших земляков, руководство администрации, а также сотрудники Щелковского Аграхима возложили цветы к мемориалу воинам-химикам. Именно в клубе химзавода в первые дни войны проходила запись добровольцев. 6 июля 1941 года был сформирован батальон народного ополчения Щелковского района. Командиром был назначен старший лейтенант запаса, начальник милиции поселка Лосино-Петровского Федор Карлович Силаев. Заместитель главы округа Дмитрий Толмачев зачитал послание от временно исполняющего полномочия главы Андрея Булгакова. 600 Щелковцев, которые вошли в ряды народного ополчения в начале июля 1941 года, еще не представляли, сколь жестокой, долгой и тяжелой будет эта война, сколько жертв придется принести, чтобы достичь победного мая 1945 года. Но ополченцы абсолютно ясно сознавали, за что им предстоит сражаться. И они действительно стояли до конца, удерживая войска противника на подступах к столице. Уже осенью 41-го из многотысячного состава 4-й московской стрелковой дивизии, в которую входил и Щелковский батальон, в живых осталось лишь несколько сотен бойцов. Единицы ополченцев из Щелкова встретили День Победы. Огромные-огромные тысячи народных ополченцев, в том числе и наши, в Щелковске, встали на борьбу с, конечно же, жесточайшим захватчиком, с жесточайшим противником фашистской Германии. Естественно, что мы помним, что народное ополчение, возникшее и здесь, и в других местах нашей страны, это великая сила, которая помогла. Павших смертью храбрых традиционно почтили минутой молчания.